В Карагандинской области в этом году снизилось число пожаров в жилом секторе почти на 20%. Специалисты говорят, на ситуацию влияют как профилактическая работа спасателей, так и их грамотные действия во время тушения. О буднях пожарных Марине Золотаревой рассказал представитель одной из самых опасных профессий. Старший сержант гражданской защиты Сырым Балпан на службе 7 лет. Вступить в ряды пожарных его пригласили друзья. Связист по профессии быстро влился в дружный коллектив огнеборцев. Прошел специальную подготовку и сегодня один из лучших сотрудников. Имеет ведомственные награды. С Сырымом мы работаем вместе с 2017 года. Могу отметить его положительные качества. Сырым очень ответственный специалист, добропорядочный и трудолюбивый человек. Пока нет вызовов, спасатели проверяют пожарно-техническое вооружение. Надеть боевую одежду нужно за 30 секунд. Для этого она уложена в определенном порядке, чтобы успеть снарядиться мгновенно. Отработанные до автоматизма действия помогают спасти пострадавших, говорит Сырым. Вообще вызов на пожар – это поездка в неизвестность. Мы не всегда понимаем, что нас там ждет. Но мы знаем, что делать в сложных ситуациях, а также как справляться с трудностями. Пожарные не считают себя какими-то героями, не хвастаются своими подвигами. Но когда слышишь слова благодарности от спасенных людей, понимаешь, что работаешь не зря. Боевая одежда пожарного весит примерно 5 килограммов, плюс тяжелый дыхательный аппарат. В этом облачении они быстро бегают, поднимаются по лестницам и выносят людей. Травмы тоже бывают – переломы, обморожения и ожоги. Поэтому каждый спасатель по-настоящему выносливый человек. В пожарные идут люди с устойчивой психикой, храбрые и дисциплинированные. Ведь их главная установка – сначала спасти людей, потом ликвидировать возгорание. В этом году пожарные области вывели из огня порядка 200 человек. Марина Золотарева, Зарина Зулпыхар, Краганда, Хабар, 24.